Варнавас защищает ворота, в защите четверка, Мюнье, Тьягусилово, Дьяло, обратим внимание, и Бернат, Ге, Маркиниус и Эррера выпадают из состава Марко Верати, об этом чуть подробнее попозже, Демария, Шупо Мотин и Неймар составляют эту такую грозную тройку нападающих. Но тут, наверное, уже не надо иронизировать, учитывая подбор футболистов сегодняшних, других вариантов, наверное, и не было у Томаса Тухеля, вот кто есть, они и в составе, и они играют, каждый из них в последнее время очень неплохо, но Неймар это отдельная немножечко статья, потому что он только-только втягивается в футбол с большим опозданием по сравнению с другими футболистами Парри и Сен-Джером. Заключительная встреча шестого тура во французской Лиге 1, лишь у Парри и Сен-Джермен, а вот Анже, это пока совершеннейшая сенсация, Ницца, ну, новое приобретение датское в этом сезоне. Вот первая атака в исполнении Парри и Сен-Джермен, но некоторые перестановки связаны, бывает дисквалифицирован, но не автоматически на следующий матч после этого, и Верати придется пропустить игру вследу в Туре против Рейбс, однако уже сегодня Мелье против него на фланге, сегодня Леон в этой схеме освобождает, пытается сыграть надежней в обороне. Леон начинал с футболиста, которого могут освистать и чужие болельщики, и свои, но он играет в футбол, он привык к давлению, и так или иначе он зарабатывает. Национальный всплеск у футболистов, тем более, что мяч недостаточно быстро себя забирают снова, врывается в трофной площади, бьет Фельдимарь, естественно, мяч подхватывает, тут три против четырех. В атаке находится Парри Сен-Джермен, шупом. Рен Аделаид направо, справа прилетает пас катарского владения Парри Сен-Джермен, и вернулся к этому, и наймет себе учитель. И все поняли, что речь идет как раз о Неймаре. Ну и Ахим Андерсон тоже, никаких проблем подстроиться нет. Он выступал в Италии, где нет, наверное, ни одной команды, которая играет только по одной качке. И продолжает двигаться вперед. Красивая передача пятка и сдерживание. Ну и это тоже кстати, потому что Леон опасно контратакует. Обводящий удар Мусси Дембеле. В штрафную площадь врываясь Анхель Демарье. Пауз, потом вынужденная передача. Неймар! И Антони Лопеш ногой вытягивает этот мяч. Неймар. Мы знаем, уже наоборот, от ворот в обратную сторону. Играть. Мюнье. Эррера. Не хватает скорость. Сыщи французских. Журналист в спортивном. Силу, я считаю, что Силуини как немножко опасается. Так умеет. Перехват мячам. И угловой. Еще крепче прирост к скамейке запасных. Леандро Паре. Но, наверное, променял бы эту ситуацию на шанс. Хотя бы один удар нанести стоит. Футболист теперь не имеет такого основания, как, может быть, еще в прошлом сезоне, когда он... Нужно было найти минутку тренеру, потому что... Именно в зоне Дюбуа действует Неймар. Атака-то возвращается. Мяч снова здесь. Эрера. Это Неймар пропустил. И Эрера понял этот маневр. И передача, включение Берната. Прострел. И вот ситуация. Поскольку Борис Энджермен в отсутствии Неймара не испытывал серьезных прахтягу сил. Несколько нервничает. А удар будет наносить Неймар. И это удар в ближнюю девятку, от которого спасает только одно. Точнее, один. Антони Лопеш. На контратаку Леонцев. Юсуф Коне. Ауар ждет, когда мяч может достанется. Но мяч направил левый защитник в штрафную площадь. Здесь нечего. И, конечно же, Неймар. Что за песня без Баяна, что за атака без Неймара. Передача из центра штрафной площади. Атакуя. И Антони Лопеш с милой ногой этот мяч. А потери в атаке. Кильян Бапе, кстати, он вместе с Мауру Икарди. Тот же теперь травмированным. Кильян Бапе и Ко. Сейчас пропускает. Хотя бы по одному мячу. Бернат. Короче, скорость у Бельгина и Цель. И Суф Коне пытается его скачать. Его подхватывает. Но Менье, в общем, сохранил позицию. Зону свою закрыл. Депай. Первая главная причина. Взаимодействовали главный тренер и спортивный директор. Опасная атака. Атаку словесную на арбитра на три матча дисплифицировали. Но... Ну, а здесь более классический вариант розыгрыша. И больше связи полузащиты и линии атаки. Больше передач вперед. Азбура. Забил именно он. А теперь Мемфис Депай. Лишний шаг. И убегал. Сыгрывают футболисты в паре Сент-Жермен. Неймар. Подача в штрафную площадь. Всех медирует Петербург. Но после которого, конечно, нам в Париже, скорее всего, журнал на татаре. 0-0.32 минуты уже сыграна. Демария Шупомотин. Где мяч? В руках Антони Лопеша. Эрик Максим Шупомотин. По-моему, два или три удара успел нанести. Снова Демария. Подача на неудобном. Приобретен он. Как бы замену тангин комками бумаги. Депай разыграл угловой и любит играть с мячом. И она даже не против. От Джермен мы вернемся после перерыва и узнаем, кто все-таки выиграет, если кто-то выиграет игру с первых минут. Второй тайм матча между Леоном и Парицем Джермен стартует на группа Мастер-Дюм 3-5-2. 3-5-3-2, наверное, так будет правильно назвать эту схему сегодня. Ольги Туров, но оно заставляет его выбираться из серединки. Леон в девятом месте сейчас. Усе Мауар. Скотти из разных источников, но факт в том, что Парицем Джермен из Демции вовсе не центр обороны. Там есть Кимпенбе и Демария. Такие вот моменты сейчас перехватывают. Ну и эту атаку. Шупа Мутин. Очень тонкая передача, между прочим, в его исполнении. Неймар в ситуации близко к безнадежной. Выцеганил угловой. Пай. Здесь не очень четкий прием, но мяч сохраняет Ауар. Мендес. Рикошет. Бернат. Бернат. Хорошая передача. Рашу Памотина. Можно подышать Леону. Серия передач. Он еще не виден до сих пор. Так много, ну, конечно, не узнает Парицем Джермен. Которому не дают играть. Да он сам не особо. Специалистом, работающим с Леоном на нервы, очень умел. Здесь Неймар. У него одного коридорчика. Вот что-то тут появляется. Левый край. Бернат. Бернат. Рена Глайд. И прострел. Бернат. Чужой штрафной площади. Потом падает. Бюке молчит. Атака-то продолжается. Первые грозы такого фаворита. Такой матч должен быть таким закрытым, напряженным, тяжелым. Момент у Анхеля Демари. Который работает левее. И в центре Эрик Максим Шопомотин. Сейчас как раз пас в центр. Выходить на каждый матч. Маркинис может остаться в полузащите, а не опускаться в оборону. И удары. А он мятежный, просит бури. И вот подача все-таки в штрафную площадь. Но там что-то все-таки он делает. Лепай. Бумажки какие-то. Это неприятно. Подача. Примерно в ту же точку снова. И диалог. Выше всех прыгает, бьет. Бьет тоже, кстати, выше всех. И вот отсюда можно уже и пробить, если есть удар у игрока. Неймар. У него точно есть удары. Связка. Посмотрим, к чему все это придет. Передача на Депай. Хороший прием мяча. Ну, великолеп. Тема и оставляет четыре защитника. А что ли он? Завелся Юсуф Коне. И будет еще одна карточка. Зором сейчас ворвался в эту атаку Семауар. Депай. У него хороший дальний удар. Вижу, Кеннет это все-таки в обороне. Получается, что он играет центральным защитником на месте. Неймар с мячом. Передача на Менье. И тут преимущество. На ровном месте и с движением ногами. И вот он работает и забивает. Неймар. 0-1. Человек, который делает разницу. И в этот момент, кажется, у болельщиков в ледно закончилась их жеваная бой. Находит до своего центрального круга. И куда пасует Тузар. Находит до своего центрального круга. И куда пасует Тузар. Находит до своего центрального круга. И куда пасует Тузар.